Я хочу вам рассказать историю о своей невнимательной подружке. Нам было лет по 15-14, ладно, создадим 15, когда я рассказала ей о том, что у нас там внизу три дырки. Да, она думала, что две. Она думала, что влагалище и уретра это одна и та же дырка. Но я ей рассказала, что там их две. Да, в это сложно поверить, но такие люди есть. И она была в шоке. Ее жизнь перевернулась. Внимание, вопрос. Дырка появилась или она была там всегда, но подружка об этом не знала? Это эффект Манделлы или это эффект невнимательности? Наша память очень хитрая штука. Выражаясь простым языком, мы не вспоминаем, мы воссоздаем. Каждый раз на основе ассоциативного ряда, на основе опыта, мы воссоздаем картину воспоминаний заново. То, что вы вспоминаете в данную секунду, зависит от вашего самочувствия, состояния здоровья, вплоть до того, голодны вы или сыты. И, конечно, на основе ассоциативного ряда и опыта. Все это влияет на то, какую окраску вы придадите тем или иным воспоминаниям в тот или иной промежуток времени. Рассмотрим более детально. Скорее всего, вы не замечали то, что на клавишах F и J, на клавиатуре, внизу есть маленькая черточка. Она помогает ориентироваться во время слепой печати. Это не нужно большинству людей, потому что большинство людей не программисты, им не нужно быстро печатать вслепую. Поэтому даже если они тысячу раз видели эту черточку, то у них нет необходимости ее запоминать. Но она там есть. А еще, если вы никогда не гладили мужские рубашки и не разбираетесь в моде, то, скорее всего, вы не знаете, что сзади на мужских рубашках есть маленькая петелька. Но она там есть. И, скорее всего, вы ее неоднократно видели. Но мозг не тратит оперативную память на ненужные детали. Он запоминает только то, что ему нужно. Это долларовая купюра 2003 года. Скорее всего, вы никогда детально не рассматривали ее. Но здесь четко написано, что это федеральная хранилищная запись. This note is legal tender for all debts public and private. Пожалуйста. Но, скорее всего, вы это не замечали. И не замечали, помимо глаза с пирамидой, что здесь написано Novus Ordo Cyclorum, что, по идее, значит новый порядок веков. Здесь вообще много чего интересного написано. Люди запоминают только то, что им выгодно. Люди запоминают только то, что им интересно, и что важно вписывается в их старую парадигму мышления. Скорее всего, вы не замечали, что в вашем загранпаспорте, помимо страны, пола, даты рождения, есть еще и тип. И там стоит буква П. Вы можете провести эксперимент среди своих знакомых. Скорее всего, вы с вашим лучшим другом были на каком-то одном мероприятии. Попросите своего лучшего друга описать, что происходило на этом мероприятии, и то, как он его запомнил. Я вас уверяю, что это кардинальным образом будет отличаться от того, что запомнили вы. Или, например, когда вы влюбляетесь в кого-то. Конфетный букетный период, первые три месяца. Эти первые три месяца вы вспоминаете первую встречу с этим человеком как нечто особенное. Вы вспоминаете детали одежды, запахи. Вы вспоминаете, какая была погода, что вы делали в тот день, вплоть до того, что вы ели. Но проходит время, чувства остывают, и лет через 5-10 вы уже не будете вспоминать эту первую встречу так же ярко. Ну, возможно, будете, но, скорее всего, нет. Это зависит от того, насколько часто вы будете это воспоминание воссоздавать именно в такой вот форме. Когда мы с вами смотрим на карту мира и говорим о том, что какие-то страны поменяли свое местоположение или размер, нужно понимать, что мы смотрим на картографическую проекцию, а картографические проекции бывают цилиндрические, псевдоцилиндрические, азимутальные, да какие угодно. Проекция искажает расстояние, размеры в зависимости от области ее применения. Я уверена, что очень много людей интересовались медицинской терминологией на латыни, зачем им это нужно. Где слово «матрикс» означает матка, материнская ткань. Как всегда, ничего не изменилось. И я думаю, что вы не замечали то, что стрелка на часах все время менялась. Наша память устроена очень интересным образом. Если бы наша оперативка запоминала абсолютно все, мы бы все были просвещенными. Но она запоминает только то, чем мы пользуемся, то, чем мы можем оперировать каждый день, то, что для нас важно. Мы очень много вещей не замечаем, и это нормально. От себя могу сказать, что в моей реальности не изменилось ничего. В моей реальности «Вольцваген» был всегда с черточкой, потому что «Вольцваген» переводится «народный вагон». И я это знала еще в дошкольном возрасте, потому что я не понимала, почему люди говорят «Вольцваген», если оно пишется через «В». Почему они говорят «Ф»? «Вольцваген». Дарт Вейдер всегда говорил «No, I'm your father». И я никогда не понимала, почему столько мемов написано с фразой «Люк, я твой отец». Но это вполне объяснимо, потому что это более продаваемый смысл посылок так гораздо легче передать. И, конечно, как все девочки, я залипала на сериал «Sex and the city». И там всегда было «Sex and the city». «Sex и город». Так что с эффектом «Анделлы» тут два варианта. Или вы все попали в мою реальность, где ничего не изменилось, либо мы просто невнимательны. Кстати, подружка моя даже не поверила сначала. Она действительно не знала. Ей мама не рассказала, она сама, видимо, себя не изучала. В общем, неважно, какие причины были, но она мне не поверила. А потом она пришла домой, проверила, убедилась, что их там три. И вот как это называется. Она создала третью дырку или там их всегда было три. И, конечно же, хочу прокомментировать всю эту массовую истерию с дьявольским ритуалом на открытии Гатарского тоннеля, который якобы вызвал какой-то перекос во времени. Друзья, если это цирковое представление называется ритуалом, то я королева Елизавета. На настоящем сатанинском ритуале вы бы обкакались от страха. То, что там происходит, это просто театрализованное представление с целью привлечь внимание или, наоборот, отвлечь внимание. Мне интересно, а если бы мы с моей подружкой жили в это время, она бы тоже списала свое незнание на эффект Манделлы. Она бы, наверное, записала видеоблог, в котором бы рассказала, что, ребята, я изменилась. Было две дырки, а теперь три. Все по-другому. Ребята, ну, и так. До тех пор, пока у людей не появились шестые пальцы или Эйфелева башня и Эмпайр Стейт Билдинг не поменялись местами, считайте эффект Манделлы информационным вирусом. Самое страшное, это когда враг поселяется там, где вы меньше всего будете его искать. Информационная гигиена сегодня очень важна. Невероятно важна. Зачем этот вирус запустили? Я не знаю. Может быть, чтобы проверить, насколько человек внушаем, насколько он может приукрасить, дофантазировать то, что он не в состоянии объяснить. Эффект Манделлы это какой-то, это как тест для человечества. Если оно действительно поверит в то, что это правда какой-то сдвиг во времени и реальность поменялась, то все. Прощай мозги называется. В трудные времена как никогда необходимо сохранять трезвость сознания. Если вы посмотрели это видео, объясните своим знакомым, которые подверглись этому вирусу Манделлы, как работает наша память. Объясните им на примерах той же клавиатуры или той же петельки на рубашке, как много вещей они на самом деле не замечают. Даже если человек бьет себя в грудь и говорит я помню, я помню, я действительно помню. Нет, ты не помнишь, ты воссоздаешь. Воссоздаешь на основе ассоциативного ряда, опыта и своего состояния в ту секунду, когда воссоздаешь. Я вас призываю сохранять здравомыслие. Субтитры создавал DimaTorzok